Конечно, в первую очередь хотелось бы низко поклониться мамам, мамам, которые воспитали героя. Ихнее горе, смотря на своего сына, я не знаю как, как они пережили это все. Молодые ребята поуходили, единственные сыновья. Но я хочу сказать спасибо им за героев. Хочу сказать, живите, вы нужны нам, помогите нам воспитать таких же героев, которые, не дай бог, чтобы сменились организации. Спасибо Анне Захаровне за то, что сегодня она нас пригласила, есть чему поучиться. Спасибо горсовету, который нам помогает, не отказывая ни в чем. Областная администрация, что бы мы ни попросили. Мемориальные доски, они открыты. Спасибо. Сейчас таблички улицы переименованы. Будут открываться таблички. То есть, огромная благодарность всем, кто помогает. А нам нужна помощь. Нам надо воспитывать своих детей. Морально поддерживать родителей, которые потеряли своих сыновей в зоне АТО. И дай бог, конечно, чтобы больше не пополнялся список. Слово надается полковнику, військовому комиссару Запорізького військово-обласного комиссариату Біді Олександру Миколаєвичу. Продолжение следует... ...за того, что мы не вернули вам сыновей и низкие вам украли за это. Но на данный момент, он идет на третий год на сходе Украины. Больше 10 тысяч запорожцев выполняют и выполняют бои в зоне антитеретической операции. На данный момент, в Мареуполе, идет панихида под трех солдат 56-й бригады, которые погибли, выполняют боевое задание в составе разведывания группы. Два из них – это Запорожьи. Один из Канка-Днепровского района, другой из Хвортицкого. Завтра будет панихида в городе. На данный момент, тех людей, которые на веки остались на поле боя на нашей земле, запорожьких, уже 113 человек. Война идет. Хочется, чтобы она скорее закончилась. И чтобы эта страшная цифра осталась на той отметке, как она и есть. Поэтому, ребятам, вечная память, вам здоровья, памяти и вечной славы. Спасибо.